Сажу я лук в 4 хорошие большие гряды, чтобы собрать хороший урожай. У нас все очень любят лук. И в свежем виде, и в приправах, и когда готовим, должно быть много луку. Это у нашего за закон. И я уже несколько лет занимаюсь посадкой рассадой лука. Делаю рассаду. Рассаду делаю, ну это был лук глоба, это пингвин, которые хорошо идут в рассаду. И сейчас вот новый русский размер появился. Ну посмотрим, что будет. Рассада получилась очень хорошая в этом году. Посеял ее в начале марта, эту рассаду, в марте месяце. Привез я ее сюда, прекрасную эту рассаду. И в первых числах мая были вот холода, даже холод, ничего страшного было, я ее все высадил. И вот сейчас настоящий момент, вот это рассадный лук. Вот стоит по одной головке. Такой лук обыкновенный, который я посеял от сивка, головка еще не завязывается, головки нет. У этого уже пошла головка. Я думаю, что к концу уборки, там они пишут, что можно вырастить луковицу до 3 килограмм. Я такую думаю, что я не выращу. Но на килограмм я должен вырастить. Почему? Потому что я убедился по сорту глоба, который очень хорошо идет через рассаду. У меня луковки были до 800 грамм. Но если они, как пишут, до 3 килограмм, мы уже луковку вырастим. Это уже пойдут как салатные луки. Луковая гниль пойдет серая, тут нужно, конечно, золу. А зола очень хорошо, опять же, зола соломы. Очень хорошо идет зола солома для этого. Опыляете? Да, золой соломы. Опыляет золой соломы. Это тоже очень хорошо. Ну и также можно полить лук. Полить можно амегаком. Полить лук. И лук тоже отзывчив на подкормку. Лук, если хочешь получить хороший урожай лука, 2-3 раза его нужно подкормить. Тут тоже можно минеральное удобрение. Но я, опять же, пользуюсь своим органическим удобрением. Это коровяк или зеленое удобрение. Он очень отзывчив на удобрение лука.